Всем привет! Меня зовут Саша Лепатай, это видео на канале Комфи. Сегодня мы поговорим про Snapseed, это приложение для обработки фотографий на ваших смартфонах. И это будет необычный выпуск, потому что я порылся, открыл для себя несколько функций, о которых, я думаю, не все знают, и решил рассказать про них вам. Так, открываем приложение Snapseed, загружаем какую-нибудь фотографию и начинаем знакомиться с не самыми распространенными функциями. Сразу на главном экране мы видим кнопочку И. Это информация о вашей картинке. Здесь вы можете посмотреть дату, когда она была создана, ее оригинальное название, разрешение, вес фотографии, девайс, на который была сделана, и такие данные, как апертура, выдержка, фокусное расстояние и даже ISO. Вторая функция находится под тремя точечками в настройках. На самом деле сюда не все доходят, а здесь есть два важных пункта. Первый это изменение размеров изображения. По умолчанию стоит все правильно, не менять изображение. Тем не менее, иногда на всяких выставках, когда ты снимаешь на телефон разные новинки, и тебе надо быстро переслать их с зарубежным дорогим интернетом сюда, в Киев, в офис, чтобы здесь написали статьи, ну или другие кейсы вы сами себе придумаете, есть смысл сжимать фотографии, к примеру, до разрешения 1920 или 1367 пикселей. В принципе, если вы публикуете их в социальные сети, то, возможно, нужно сжимать и до 800 пикселей. В таком состоянии фотографии будут весить значительно меньше. Тут важно, что это можно будет делать для всех обрабатываемых фотографий, поэтому если вы снимаете много всего, вы потом просто закидываете в снапсит и все экспортируете в нужном разрешении. И вторая вкладочка это качество и формат. Тут нужно быть внимательным, потому что по умолчанию стоит качество JPEG 95%. Лучше поставить 100%, ну а для самых переборчивых лучше установить PMG. Теперь давайте перейдем в инструменты и поработаем с текстом. Возможно, многие из вас не знают, что вообще в снапсиде можно добавлять текст, и это отдельный инструмент, которым можно круто дополнять ваши фотографии. Но я думаю, что даже для опытных пользователей я сейчас покажу одну интересную фишку. Во-первых, вы можете выбрать себе один из стилей, к примеру, давайте выберем какой-нибудь кружочек. Вводим здесь какой-нибудь текст, ну, к примеру, пусть это будет comfy, окей. И теперь самое интересное, заходим в инструмент прозрачности. Вы можете добавить этот текст как водяной знак. Кстати, вот вам новый кейс, если вы делаете фотографии для сайта, чтобы их не украли, вы можете добавить таким образом себе водяной знак прямо в снапсид. И также есть кнопочка, которая обращает вашу фотографию, и вы можете делать вот такие логотипчики. Размещаете так, как вам удобно, и получаете интересные решения. Для следующего секрета, ну, вернее, это просто инструмент, которым немногие пользуются, нам нужна фотография с лицом. Я выбираю не творческую фотографию, просто какую-нибудь, чтобы вам было понятно, о чем будет идти речь. В частности, поговорю про положение головы. Есть такой инструмент, снапсид сам определяет, где ваше лицо. И дальше, что вы можете делать? Вы можете его наклонять. Естественно, как и с любым другим инструментом, если вы делаете это, как говорится, too much, то есть наклоняете очень сильное лицо, то надо понимать, что результат может вас огорчить, потому что лицо изначально было в другом положении. Тем не менее, когда вы наклоняете его буквально на несколько градусов, можно добиться необходимого эффекта. Более того, если вы хотите где-то осветить лицо модели, вы потом сможете добавить туда выборочной коррекции больше света. Здесь, как вы видите, лицо занимает большую часть картинки, поэтому все действия очень хорошо видны. И если мы сильно перекрутим его, то лицо сильно изменится, и это будет выглядеть некрасиво. Если же лицо модели не такое большое на фотографии, тогда этим инструментом можно еще смелее пользоваться. Но также здесь есть и три инструмента. Размер зрачков, можно добиться практически анимешного эффекта. Но помните, что на значениях 15, 25, 30% этим инструментом действительно круто пользоваться. Вы можете чуть-чуть изменить улыбку. Конечно, можно сделать вот так, и это какой-то стыд. Но согласитесь, когда вы добавляете ее буквально на 10-15%, выглядит весьма себе ничего. Ну и фокусное расстояние. Таким образом, вы изменяете пропорции лица. И для чего это надо? Если вы фотографировали модель снизу вверх, то лицо может получиться очень неестественным и не таким, как в жизни. При помощи фокусного расстояния вы можете это исправить. Также, не отходя от кассы, давайте посмотрим на инструмент портрет. Он создан для работы с лица, а точнее для ретуширования. По умолчанию приложение само подбирает вам нужный, в данном случае, вариант. И далее вы можете его править. Здесь есть несколько ползуночков. Это коррекция светотени, сглаживание кожи. Если на коже есть какие-то ненужные морщинки, точки, то этот инструмент поможет их убрать. И осветление цвета глаз. Опять же, выглядит очень круто, но если переусердствовать, то получится неестественно. Далее расскажу вам про одну функцию, о которой мало кто знает, но все мои работы в Инстаграме в той или иной мере с ней связаны. Это работа с историк. К примеру, у меня есть вот такая фотография, на которую я добавил эффект HDR. И на небе он мне нравится, а вот на всем остальном я хотел бы его прибрать. Поэтому я захожу в меню посмотреть изменения, выбираю единственный сейчас доступный эффект HDR. Если вы добавляли другие, они тоже будут здесь отображены. Вы можете его удалить, настроить, но нас интересует маска. Сейчас вы видите, как выглядела фотография изначально. И теперь что я сделаю? Я включу глазик, таким образом вы будете видеть в красном цвете свою маску. На эффекте 100% прорисовываю несколько верхних слоев. Далее понижаю эффект до 75, рисую ниже. Понижаю до 50 и рисую еще ниже. Таким образом эффект будет применен очень плавно. Вот вы видите, как небо у нас преобразилось. То же самое вы можете делать совершенно с любым эффектом. Добавили туда гранжа, ретро, драмы, вообще все что угодно. Вы потом сможете масочкой отобразить именно то, что вам необходимо. Инструмент выборочная коррекция. Опять же, возможно вы его не знаете, но тем не менее в нем есть свои фишки. К примеру, здесь на этой фотографии есть легкий оттенок рассвета. Это желто-оранжевый такой цвет. И я хотел бы его подчеркнуть. Смотрите, если я просто ткну в эту зону инструмент выборочной коррекции, то он не выделит конкретно нужные мне цвета. Мне надо взять, задержать палец на точке и поместить ее на конкретный цвет, который мне необходим в этой зоне. И таким образом подсвечиваются именно мои нужные желтые цвета. Далее я могу их немножечко выделить при помощи инструмента насыщенности. Все же остальные цвета останутся нейтронками. То же самое, к примеру, с нашими животными. Как вы видите, если я добавляю на самую темную часть точку, то выделяются именно по контуру, в данном случае, животные, коровы. Я повышаю их яркость. Естественно, там полезли немножечко шумы, поэтому можно добавить еще и контрастности. И интересно то, что недавно в этом инструменте появилась структура. Мы берем и поднимаем структуру именно на животных. Ну и, конечно же, добавим немножечко насыщенности. Смотрим, как было. Смотрим, как стало. Инструмент в действии. Еще один инструмент пригодится тем, у кого Инстаграм зарезает ваши вертикальные изображения. Дело в том, что матрицы многих смартфонов имеют разрешение 16 к 9, а Инстаграм позволяет публиковать 5 к 4 или 4 к 3, я не помню. Но суть в том, что если вы изначально закинете туда фотографию, она обрежется снизу и сверху. Если же снизу и сверху есть важная информация, ее хорошо было бы сохранить. Для этого есть инструмент расширения. Выбираем его. И здесь есть умное расширение. Перетягивая ползуночек вниз, там автоматически появляется, по мнению приложения, нужная информация. И, кстати, иногда это происходит весьма качественно. Особенно, когда по бокам есть однородные детали. Но, как видите, когда мы сбоку тянем, там есть много сложных деталей. Естественно, качественно проработать все будет тяжело. Таким образом, вы можете повысить разрешение фотографии, но нас интересует не это. К примеру, у нас есть высокая фотография. И вот в таком соотношении сторон Инстаграм ее зарежет и снизу, и сверху. Поэтому мы берем, добавляем цвет белый. И, как видите, у нас по бокам появляются белые рамки. Если вы будете двумя пальцами растягивать картинку, то эти рамки будут расширяться равномерно. Чтобы, к примеру, справа рамка не стала больше, чем слева. И загрузив вот такую картинку в Инстаграм, обрежутся только белые полосы, а не само изображение. Ну и последняя фишка, это сохранение пресетов. Очень удобная тема, если вы, опять же, сделали много фотографий на одной съемке. Там приблизительно одинаковые условия. И, обработав одну фотографию, вы можете применить все изменения к большинству других. Мы заходим во вкладку стили снизу, переходим в самый конец и нажимаем плюсик. Называем наш фильтр, к примеру, Comfy. Сохраняем. И теперь он будет здесь висеть. После этого вы можете выбрать любую другую фотографию. Нажимаем открыть. Выбираем другую фотографию из этой серии. И применяем фильтр Comfy. Вот такие интересные, по моему мнению, фишки я сегодня для вас подобрал. Если вам понравилось видео, поставьте ему палец вверх. Подпишитесь на канал. И смотрите на нашем канале видео про обновление Snapseed. А также про то, как использовать кривые в этом приложении.